Музыка Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 27 февраля, и своеменины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых, Кирилла, Трифона, Михаила, Феодора. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святом. Сегодня Святая Церковь совершает также память преподобного Авксентия. Был он весьма знатным вельможей в Цереграде среди аристократической знати императора Феодосия Младшего. Согретый Христовой любовью Авксентий принял иначество, и еще некоторое время пребывал в Цереграде, когда же слава о нем начала передаваться из уст в уста, он убежал от людских похвал и поселился на одной горе близ Халкидона, которая впоследствии стала называться Авксентиевой. Но его желание навсегда укрыться здесь от людей не осуществилось, потому что пастухи, натолкнувшись на него, разнесли эту весть по всей округе. Окрестные жители стали приводить к нему больных за исцеление. Он исцелил многих, слепому вернул зрение, очистил прокаженных, помазав их елеем, а также воздвигнул расслабленного и многих одержимых освободил от бесов. Все это вызывает удивление, но еще более поразительное его смирение. Когда бы ни просили его кого исцелить, он защищался словами, «И я человек грешный». Однако, понуждаемый многими просьбами, приступал к уврачеванию недужных следующим образом. Либо призывал всех присутствующих вместе с ним помолиться Богу о больном, либо сначала укреплял веру в людях, а затем говорил им, что Бог воздаст им по вере их. Либо над головой болящего произносил слова, «Исцеляет тебя Господь Иисус Христос». Все это делал он для того, чтобы чудотворение приписывалось не ему, а всемогущему Богу. Преподобный Афгсентий был участником Четвертого Вселенского Собора в Халкидоне, всеусердно защищая православие от ересей Евтихия и Нестория. В глубокой старости взял Господь его юную душу к себе в 470 году, а дряхлое тело осталось на земле, из которой оно и было создано. Вот вам, дорогие мои, основной критерий, по которому можно отличить истинного целителя от ложного, истинного лекаря душ и телес от шарлатанов. Поскольку дар исцеления – это дар Божий, благой дар, который невозможно ни заработать, ни заслужить, ни тем более приобрести каким-то магическим способом, прочитав определенные книги или получив в наследство от бабушки-колдунии. Этот дар дается Богом тогда, когда Ему угодно, и тому, кому угодно Богу. Но дается не абы как, а при определенных условиях. И главнейшее и первейшее условие – это смирение души. Потому что всякий сверхъестественный дар – это величайшее искушение, испытание. Когда человек может начать думать о себе, что я ли на свете всех милее, всех румяней и белее, что именно меня выбрал Господь в качестве своего орудия в помощи ближним, в свидетельстве об истине, в пророческих вещаниях. И как только человек так подумает, то, как в очень мудром мультфильме про лягушку-путешественницу, которая, конечно, была одарена от Бога хорошей головой лягушачьей, в которой родилась идея путешествия с гусями. И вот когда она летела, держась за трость губами или ртом, зубами, и смотрела так, косила вниз, а все восхищались. Смотрите, какая замечательная конструкция. Лягушка летит вместе с гусями. Ее так распирала от самодовольства, что она не выдержала и закричала, «Это я! Это я придумала!» И плюхнулась в болото. Вот как только человек начинает якать по разным поводам. Благодать Божья, которая не терпит гордыни, не терпит тщеславия. Ну а как? Как можно веровать, когда человек принимает славу от других человеков, ищет этой славы, а славу у единого Бога не ищет? Как может в такой душе сохраниться мир Божий, его энергия? Господь, естественно, оставляет душу человека, который себя делает идолом для самого себя. Поэтому путь всех подвижников, всех желающих обрети спасение, он всегда был в самоотвержении, в самоотречении, чтобы его имя нигде не звучало, чтобы вокруг его келии народ не собирался, чтобы если и происходит исцеление, то акцент расставлялся совсем не на его величестве, а на Боге, на благодати Божией. Ну и напротив, всякий гордец, или самозванец, или самоделкин, они же в первую очередь говорят о себе, себя, как выражается, пиарят, себя рекламируют, к себе приводят народ, на себе завязывают, что вам необходимо еще раз приехать ко мне. у вас реабилитация будет долгая, один и еще, и много раз мы с вами повстречаемся, говоря как бы о том, что без меня вам-то точно ничего хорошего ждать не приходится. Иногда используют в качестве камуфляжа церковные элементы в виде свечей, икон, каких-то текстов, молитв. Это все косметика, это все наносное, чтобы человека ввести в заблуждение, создать иллюзию того, что они вроде как от Бога. Но рожки-то ведь не скроешь. Другое дело, что обращающиеся за скорым исцелением люди в духовной жизни невежественны. Им-то ведь гораздо важнее получить результат. Цель-то ведь она, средство оправдывает. Не важно, какими путями, не важно, что за счет этого потом погибнет душа, они ведь и не верят в ее существование. Фактически. Лишь бы прошла какая-то болячка. Но в результате, в результате одержимость бесами, в результате за счет меньшего дьявол приобретает больше человеческую душу. И страсти, которые приходят впоследствии, они многократно превышают ту проблему, которая была изначально. Путь к обретению благодати – это путь подвига по смирению своей души. И вот мы с вами, дорогие мои, вошли в удивительное время. Самое, наверное, радостное время для христианина – это время, которое церковь именует весною души, время оживления, воскресения всего доброго, настоящего и светлого, что в душе человека Богом заложено. Время Великого Поста, Святой Четыридесятницы. Невозможно не радоваться этому событию, потому что всегда долго ждешь, долго готовишься, церковь за месяц начинает сознание своих чад подводить к этому периоду. И в первую очередь хочется всем нам пожелать добрых успехов на этом поприще. И не только, и вообще не столько в кулинарных каких-то изысках или отказе от питания определенного содержания, а в первую очередь сосредоточиться на внутреннем, на духовной жизни. Пост — это лишь средство, средство для смирения души. Душа зависит от тела, смиряется тело, изменяется душа. Постом смирях душу мою, говорит святый пророк Божий Давид, и молитва в недра мои возвращалась. Пост — это путь к стяжению благодати Божией. Наверное, мы неоднократно еще к этой теме будем возвращаться. А сегодня хочется всех поздравить с началом Святой Четыре Десятницы, пожелать радостного поста, пожелать благодатной помощи Божией, чтобы мы так спланировали это время жизни, чтобы была возможность почаще бывать в храме, причем на недели, не только в выходные, а побывать на службе прежде священной литургии, обязательно побывать в эти первые четыре дня Великого Поста на вечернем богослужении, когда во всех храмах будет читаться покаянный канон Андрея Критского, ну и внимательно следить за особенностями поста, потому что есть такие потрясающие службы, ну как, например, на пятой седмице Великого Поста в среду вечером совершается стояние Марии Египетской, служба совершается раз в год и очень удивительно и до глубины души потрясает. Помогай нам всем Господь, будем трудиться над смирением своей души. Богослужба Продолжение следует...